С вами Елена Магомедова, и мы с вами продолжаем тренинги по продажам. Сегодня мы с вами будем говорить о психологии продаж, и мы обещали, что вам дадим послепродажное обслуживание клиента. В прошлый раз мы с вами говорили, что вы должны завершить сделку, и у вас может быть несколько вариантов решения, ну, как может быть сделка завершена. Бывают случаи, что клиент ваш отложил сделку на потом, да, и в этом случае он не готов, он не будет сразу покупать, и вы договорились с ним о следующем шаге звонка. Вот в этом случае нужно продолжать следить за клиентом до тех пор, пока он не совершит покупку, пока он не заплатит вам деньги, или пока он не откажется от сделки совсем. В этом случае нужно не забывать вовремя звонить клиенту и напоминать о следующем шаге. Чтобы клиент у вас всегда брал трубку, сделайте так, чтобы он сам назначал следующий шаг и говорил, когда ему будет удобно с вами связаться или встретиться. вы должны ему как бы просто вторить, вы должны его просто направлять, но следующий шаг он должен назначать самостоятельно. Как это сделать? Спросите его, когда ему будет удобно, это будет либо встреча, либо звонок, когда ему будет удобно в следующий раз созвониться с вами и предложить несколько вариантов ответа. Мы в прошлый раз об этом с вами говорили, да, что варианты ответа должны быть большим разрезом во время. То есть ему может быть удобно, вы можете спросить его о том, что когда это может случиться, это может случиться через полгода, через неделю, через месяц. Ему будет удобно назначить тогда, когда он захочет, и он не будет при этом чувствовать себя неловко, какую бы дату он вам ни назвал. Когда клиент будет инициатором вот такого следующего шага, он не откажется взять трубку или встретиться с вами. Это вообще решает очень много вопросов в дальнейшей связи с клиентом. Что будет, если продукт купил сразу, ваш клиент сразу купил продукт. Здесь тоже возникает несколько ситуаций, которые вы могли бы в дальнейшем общаться с клиентом. Можно продать продукт друзьям клиенту. И для этого нужно взять у него рекомендации. Даст он вам их в том случае, если он сам останется довольным, как вы его обслужили и какое качество вашего продукта. Или если этому видит свою выгоду, возможно, это будет в виде скидок, может быть, это будут какие-то подарки, какие-то дополнительные услуги. Поэтому постарайтесь делать ваше с ним общение таким, чтобы ему понравилось общаться с вами, и он хотел дальше с вами встречаться, разговаривать, звонить и так далее. Можно продавать клиенту дополнительные услуги, даже если продукт единоразовый, и его нельзя больше продать одному и тому же клиенту. Для этого у вас, конечно же, должны быть заготовлены дополнительные услуги по вашему продукту. Вот подумайте, что бы это могло быть. Разработайте эти услуги или создайте их, вот, может быть, в начале вашей работы, да, и пополняйте их уже потом в процессе. В любом случае, постарайтесь не терять контакт клиента, даже если в самом начале у вас нету таких доп. услуг, да, чтобы потом можно было с ним связаться и предложить ему воспользоваться, если у вас что-то появилось, или продукт, или доп. услуга, или какой-то другой продукт. Можно взять отзыв у клиента. Опять-таки, если он остался доволен вашим обслуживанием и продуктом, в этом случае его положительный отзыв позволит продавать вам больше продукта и его положительные, ну, как бы, по его положительным высказываниям о вас. Отзыв можно записать на видео и поместить на вашем сайте, там, не знаю, страницы в социальных сетях или других местах, где вы находите ваших клиентов, да, сделайте отзывы и сделайте так, чтобы они были доступны для ваших следующих клиентов, то есть где-то их разместите. Вот, это тоже хороший способ увеличить ваши продажи. Если продукт повторяющийся, постарайтесь создать вашему клиенту условия, чтобы он к вам вернулся и купил у вас снова. Напоминайте ему о себе. Лучше всего сделайте какой-то, может быть, дополнительный сервис, который поможет вам держать связь с клиентом, или клиент будет от вас получать какие-то дополнительные услуги. Может быть, вместо услуг вы будете снабжать клиента нужной информацией или давать рекомендации к людям, которые могут быть ему полезны. Мы как-то с вами уже говорили, продавали с вами, да, такой вот условный товар, это у нас был шампунь. Если вернуться к этому товару, то здесь можно порекомендовать услуги хорошего парикмахера, как предположим, да, для того, чтобы потом клиент мог бы вернуться к вам. Но нужно быть осторожным в плане рекомендации, чтобы все-таки она повысила доверие к вам и не навредила. Если же это какие-то будут услуги, где требуется помощь нотариуса, пусть у вас на готове будут такие же контакты, ну и так далее. Все, с чем может столкнуться ваш клиент, когда он будет пользоваться вашим продуктом или просто по жизни, постарайтесь ему помочь в поиске вот такой нужной информации или дать ему нужный контакт. Тогда он о вас не забудет, он будет всегда рад вашему звонку и при необходимости снова придет к вам за покупкой или сделает вам какую-то рекомендацию, да, к своим друзьям или знакомым. Если вы можете продавать другие продукты, кроме того, что уже продали, договоритесь после продажи клиентам, что вы их ему обязательно покажете. Не продавайте их сразу, говорите, что да, у меня еще что-то есть и я обязательно, когда встречусь с тобой в следующий раз, я смогу тебе это все показать. Пусть он ждет вашей новой встречи. А при этом он не будет чувствовать, что вы его не отпустите, пока он у вас не купит. Просто заинтригуйте его, что у вас есть что-то такое, что вы ему обязательно сможете в следующий раз показать. Или придите уже с каким-то новым продуктом, как с чем-то с новинкой. Тогда он просто будет заинтересован с вами встречаться еще раз. Как раз вот в таком случае при новой встрече вы сможете узнать, как ему нравится ваш прошлый продукт, который вы ему продавали, и предложите ему новый. Продажа нового продукта должна проходить по той же схеме, что и перед этим. То есть вы должны узнать, нужен ли ему этот продукт, вы должны понять, насколько он ему нужен, в каких местах, и составить для него такое уникальное торговое предложение и дать ему именно то, что он хочет от вас слышать. Ну, все то, что мы с вами разговаривали, о чем мы с вами разговаривали до этого времени. С каждой новой встречей и продажей вы должны становиться все больше и больше друзьями. Ну, конечно же, в том понимании, что он должен просто больше вам доверять. Тогда вы сможете его сделать вашим вечным клиентом. Конечно, такое сотрудничество должно поддерживаться должным обслуживанием и качеством того продукта, который вы продаете. Поэтому держите всегда руку на пульсе, чтобы клиент хотел снова с вами встречаться и ждал от вас новых каких-то сюрпризов. Ну, то есть оправдывайте его надежды. Что можно сделать еще, чтобы продавать больше? Расширяйте список клиентов и услуг, которые вы им оказываете. Тут тоже следует понимать, что у вас есть всего 24 часа, которые вы можете использовать в вашей работе. Поэтому начинайте умножать свое время, когда ваш продукт может продавать кто-то другой для вашей выгоды. Но об этом мы с вами поговорим уже в следующий раз. А пока пробуйте сделать для ваших клиентов такой послепродажный сервис, чтобы им хотелось с вами продолжать общаться. Они могли вас рекомендовать своим друзьям и знакомым, чтобы они с удовольствием отвечали на ваши звонки и ждали, что нового вы им еще можете предложить. Вот здесь потребуется ваша и изобретательность, и креативность, и все ваше умение быть обаятельным, быть нужным вашему клиенту. Ну, по сути, в этом и заключается ваша работа. Так что до следующей встречи.